Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, вам у нас понравилось, Кирилл Владимирович. Да, я доволен. Получил всю необходимую информацию. Спасибо за прием. Всего доброго. До свидания. Субтитры создал DimaTorzok Демишев. Привет, Кирилл. Ну что, ты уже освободился? Добрый день, Иван Петрович. Вижу, с получением информации у вас полный порядок. А ты как думаешь? Доложили. Ну давай, давай, рассказывай. Что, понравилось мое хозяйство? Если честно, то очень впечатляет. Я думаю, что у вас есть все шансы сделать комбинат первым в России. Ну и если вы... Стоп, 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 стоп. Вот давай, ты сейчас лучше ничего не говори. Давай мы лучше поступим с тобой так. Приезжай завтра ко мне. Ну, у меня намечают встречи друзей. Будут большие серьезные люди. Вот при них и расскажешь. Про предприятие, про первое место в России. Мой секретарь тебе адресок сбросит. И учти, мероприятие серьезное. Люди серьезные. Так что, невесту с вами прихвати. Ну, хорошо, я приду. Только, Иван Петрович, у меня невеста в Петербурге сейчас. Ну, а что, это проблема, что ли, большая? Ну, ничего, пусть приедет. Уважит старика. То есть смотри. Обижусь. Хорошо, я приду с невестой. Ну, вот и ладненько. Жду. Да. Солнышко, привет. Ты мне нужна завтра в Москве. Ну, у меня билет на завтра в Хельсинки. Нет, это невозможно. Это очень важная встреча. Давай ты пойдешь в Хельсинки в другой раз. Я не хочу в другой раз. Я хочу именно в этот. Я договорилась с девчонками и поеду завтра. Вообще, что собачонка бегает за тобой по первому зову. Подожди, я не понял. Кирилл, все ты прекрасно понял. Завтра я еду в Хельсинки, а навстречу ты идешь без меня. Да подожди, ты понимаешь, что это очень важно. Да возьми-то. Ну, наконец-то. Ну, я ждал, ждал. Думаю, не дождусь уже. Боялся, что вы не придете. Ну, я же обещала. Да. Пожалуйста, сюда. Пожалуйста, прошу. Спасибо. Так, а что будем заказывать? В смысле, чтобы им выпивать? Шампанское. Шампанское. Так, официант. Парни, привет. А до Москвы как короче? Туда короче. Спасибо. Зачем ты? А вдруг увязнет? Так я и хочу проверить, завязнет или нет. Ой, вы бы заказали девушке музыку. Музыку? А какую музыку? Ну, что-нибудь веселое. Мне казалось, современным девушкам больше нравится про любовь. Про любовь? Очень нравится. Но чуть позже. На муточку. Маэстро. Алло. Ольга Викторовна, здравствуйте. Дело в том, что ваш муж сейчас развлекается с какой-то красоткой в ресторане «Раздоли». Музыка. Блин, приплыл. Черт. Да ладно. А может, вы рванем с вами ко мне на дачу? Рванем? У меня там банька. Я парю. Я парщик, знаешь какой? Ты знаешь как? Про парю. Век не забудешь. Зайди, я не сомневаюсь. А ты говорила, вездеход. Да. Говеный вездеход. Сосада, жена пришла. Как зовут? Валера. Да, жену. Оля. Викторовна. Ага. Все будет хорошо, не переживайте. Валера. О-о-о. Добрый день. А ты же говорил, что по делам. Так это и дела у меня. И что это у нас за дела? Ольга Викторовна, слушайте, очень приятно. Елизавета Мистерева. Да что? Журналистка из Москвы. Ваш муж очень, очень много о вас рассказывал. А что это он про меня рассказывал? Ну, вообще-то это был сюрприз. Я? Дело в том, что вы присаживайтесь, присаживайтесь. Нога, садитесь. Садитесь, садитесь. Ну. Дело в том, что Валерий Васильевич хочет смотреть репортаж. О его семье, о бизнесе, о жене в частности. Что я не сказал-то? Да. Я его ждала. Он службу служил, а я ждала. Потом вернулся из армии. Такой худой. Боже, да Кость. Ну, Оля, ну, Оля, ну. Слушай, ну это отличное начало передачи. Я считаю, что можно подписывать контракт. Все условия мы уже оговорили. Поэтому вперед. Через две недели начинаем съемки. Валерий Васильевич, там небольшой авансик. Одна тысяча долларов. Как договаривались? Ну, вот что? Вот так же и было, да? За вашу семью. Ну, и за вашу любовь, конечно. Здорово. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Оля, нам пора домой. Нам домой пора. Подождите. Вы уже уходите? Спасибо вам большое. Как там свидание? Да, до встречи. Это что? Да. А, решите. Так, стоп. Что такое? Стоп. Так. А как ты в ресторане оказалась? А? Так мне позвонили. Женщина какая-то. Сказала, что ты с барышней в ресторане развлекаешься. Вот я прилетела. Огоньку не найдется? Найдется. Какая красивая зажигалка. Дорогая, наверное? Мне это почти тебе пятьсот рублей всего. Правда? Так дешево. Конечно, правда. Спасибо. А зажигалка? Какая зажигалка? Ну, я вам за нее пятьсот рублей дам. А, это за прикурить. Барышку закрыл? Пошел к своим шагам. Ну, а сколько стоит ваша зажигалка, если не прикурить? У тебя, дядя, денег не хватит. Купить себе лучше его на мобилу новую и крем для ботинок. Ну, вообще-то это дорогая вещь. Да, была, когда ты в школу ходил. Это спутниковый телефон. Старая модель, правда. Но дорога мне, не могу расстаться. А так вообще доступ в любую точку мира. Еще один сказочник весной. Ну, так что? Сколько на самом деле ваша зажигалка стоит? Не продается. Ну, счастливо оставаться. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я согласна. Поехали. Не понял. Ну, насчет зажигалки я согласна. Поехали. А, только я передумал. Ну, все равно. Ну, поехали. Ну, пожалуйста. Ну, поехали. А тут как раз по дороге километров двадцать недалеко. Что значит по дороге? Ну, вы же в Москву? Ну, в Москву. А как ты догадался? Ну, куда еще можно ехать на такой тачке? ВОЗГУДИТСКИЙ СИГНАЛЬНЫЙ ЗВОНОК СООБЁДСКИЙ СИГНАЛИНЫЙ ЗВОНОК УКРАЛЦИИ ЗВОНОК ПО-УКРАЛЪСКИЙ СИГНАЛИЩИЯ Сержант Пугачёв, ваши документы. Добрый день. Вот, пожалуйста. Номера-то специально заляпали? Да вы что? Ух ты! Вы знаете, я в канаву залез, у меня тракторами вставали. Это меня не интересует. Номера надо отмыть. Да я с удовольствием. Сейчас я до первой мойки доеду и… Нет. Здесь и сейчас. Послушай, Сержант, ну а как я тебя отмою? У меня же тряпки нет, воды нет. А это не моё дело. Сейчас, одну секунду. В чём дело? Начальника позови своего. Что вы сказали? Слушай, ты, если плохо слышишь, ищи себе другую работу. Нам не нужны инвалиды в полиции. Я говорю, начальника своего позови. Товарищ лейтенант, подойдите, пожалуйста. Генерал-лейтенант МВД Пётр Иванович Нестерев. Мой отец. Узнаёте? Если вы сейчас же не прекратите беспределы вашего подчинённого, я буду вынуждена ему позвонить. Досягаемость в любой точке земного шара. Нестерова. Елизавета Петровна. Ну так, проезжайте. Ой, простите, пожалуйста, а вы не могли бы ещё попросить вашего помощника нам номер протереть, то как-то неудобно в город въезжать с грязными номерами? Чё стоишь, Вася? Помоги Елизавете Петровне. Ну всё, поехали. Да понятно же, что он хотел денег. За тысячу рублей он… Через пять минут он бы нас просто отпустил. Почему? Нет, не отпустил бы. Почему? Потому что нас не любят таких, как ты. Каких таких? Ну, за тысячу рублей он бы нас отпустил. Я не такой. Да, все так говорят. Да, я слушаю. Господин Демишев, Иоанн Петрович спросил передать адрес завтрашней встречи. Рублевское шоссе 12. Я понял, спасибо. А ты… ты куда? Послушай, у меня возникла идея. Даже не идея, а деловое предложение. Деловое предложение ко мне. Да, к тебе. Ты ошибся, я… я вообще не по этим делам. Завтра в Москве у меня очень важная деловая встреча. И на этой встрече я должен быть со своей невестой. Так получилось, что со своей настоящей невестой я поссорился. Хочу тебя попросить, чтобы ты пару дней побыла моей невестой. А без невесты никак, да? Без невесты никак. Да ты не бойся, я… я нормальный. Да не боюсь я, ну… Ладно, говорил, пятьсот баксов в день, я навеки ваша. Деловой разговор. Да. Двести пятьдесят. Четыреста. Хорошо, я согласен. Черт. Только без рук. Да, я согласна быть невестой, а не женой. Договорились. Нет вопросов. Все. Да, да, мозги включи, займись делом. Подожди, сейчас я переключусь. Да. Да. Секунду. Скажи, пожалуйста, а тебя как зовут? Лиза, а тебя? У меня Кирилл, очень приятно. Очень приятно, я быстро. Да. Всю информацию по комбинату обработать и систематизировать. Вот деньги спрячь, не потеря. А откуда они у тебя? Откуда надо. Сестренка, тут очень много. Лиз, хочешь, я тебе руку поцелую? Лучше много. Все, поехала. А ты одна или как? Вон, машина под окном стоит. Ты с ним? Угу. А кто он? Москвич богатый. Москвич? Какой же к тебе приставать будет? Чего? Как пристанет, так и отстанет. Ясно тебе? Может, все-таки не надо? Ну, мало ли, он маньяк какой-нибудь. На органы тебя пустит. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого пустит. Это они всегда так сначала, по телефону разговаривают, ручкой машут. А потом раз, и все. Тоже мне нашлась специалистка по маньякам. Я тебе буду звонить каждый день, смски писать. Все. Обниматься. Давай, не переживай. Все будет хорошо. Хорошо. Пока. Пока. Моя невеста закончила институт международных отношений. Говорит на трех иностранных языках. Молодец. А ты мне сейчас это зачем сказал? За тем, что тебя будут принимать за нее. Ты должна соответствовать, следить за своим поведением, за своей речью. А что не так с моим поведением и речью? Что ты скажешь, если тебе что-то очень нравится? Клево. Отпад. Отрыв башки вообще. Ответ неверный. Ты должна сказать, что это приводит меня в восторг. А что ты скажешь, если тебе что-то не нравится? Ужас. Фу. Бег. Гад. Нет, неверно. Ты должна сказать, что это оставляет меня равнодушной. Кошмар какой. Попробуй. Попробуй, попробуй. Это оставляет меня равнодушной. Смешно. Только не переигрывай. Фу. Бег. Оченьâlните. Фу. Бэти söyлилась. Фу. Бэти. Я могу поддержать ваше предложение. Вид из окна волнует меня, а канава у дороги оставляет меня равнодушной. Мы остановимся в гостинице. Клево! То есть я полностью поддерживаю ваше предложение. Молодец. Ты не выходи, я сам открою тебе дверь. Ой-ой-ой, а мне не надо. Мне вот он сейчас откроет. Спасибо. Женские капризы. Прошу. Спасибо. Прошу, чтобы две минуты. Виктор Сергеевич. Благодарю. Господин Демишев, рад приветствовать вас в «Рашем отеле». Благодарю. Ваш номер готов? Это моя родственница, она будет жить самым. Господин Демишев. 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 Продолжение следует... Ох, обалдеть! Это мы здесь будем жить, да? Да. Это ж кино про Америку. Это не Америка, это Москва. Москва. У-у-у! Москва! А у тебя очень много денег, да? Ну, достаточно, чтобы иногда пожить в таком номере. А ты где сам живешь? Я живу в Санкт-Петербурге. А чего ж тебя такого замечательного невеста бросила? Ну, невеста меня не бросила, просто мы не договорились с ней в одном вопросе. А еще вопросы есть? Пока нет. Эй, осторожней! Там же Кремль у тебя! А что мы будем делать дальше? Гулять пойдем? Ну, погуляем и позже. Сейчас нам нужно поесть что-нибудь. Приведи себя в порядок. Ага. А я загляну в почту. Угу. Ну как? Мне очень все нравится, только мы ужинать идем в местный бар. Можно как-то одеться поспокойнее? И, пожалуйста, сними вот это вот за головой. А чем ты занимаешься? Я модернизирую производство. А, а это как? Ну, если нужно, чтобы Домна выплавляла больше чугуна, тогда приглашают меня. А Домна это? Ну, такая печь огромная. Печь? Ну да. Я смотрю, как можно все исправить. Спасибо. Ну, и предлагаю свои идеи заказчику. Если ему нравятся мои идеи, тогда он приглашает меня, и я делаю эту модернизацию. Получаю за это неплохие деньги. Понимаешь? Ну, приблизительно. Ну, ты, короче, ты типа ученый. Я типа ученый. Спасибо. Ну что, давай выпьем за успех нашего предприятия. Я сегодня утро как раз начала с шампанского. Вот. Хорошие предметы надо будет запомнить. Попробуй, это очень вкусно. А это вот реально прям сырая рыба, да? Вот это сырая рыба. Ну, привет, солитеры. Можно и так. Ну, как? Вкусно? Ну, как? Вкусно? Вот теперь я понимаю, почему у япошек такие ушки-оглажки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Привет. У тебя все хорошо? Все в порядке? Полный отпад. А он тебя на органы за мной пустит? Ой, не знаю. Но если даже и пустит, то это будут самые счастливые органы на свете. Не шути так, я без тебя пропаду. Перестань ты, все в порядке, правда. Ладно, тогда я тебе завтра позвоню. Давай. Продолжение следует... Работаешь, страна. Да, ты осваиваешься? Угу. Я знаешь, в детстве подозревала вообще, что меня выронили из лимузина. Подозревала, а теперь? Теперь я в этом просто уверена. Угу. Слушай, я поработаю еще. Ты, наверное, иди ложись спать, потому что завтра рано вставать. Угу. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, страна! Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Я есть хочу! Слушай, я с утра мясо не ем, если хочешь, закажи себе что-нибудь! Я тоже не ем, не хочу! Ну, тогда садись завтракать со мной! Тебе чай наливать? Да, налей, пожалуйста! Ого, сколько тут меда! Спасибо! Манговый, хвойный, пальмовый! А какой лучше? Я люблю больше цветов акации! Херсонский! Возьми любой! Я пальм его возьму! Угу! Бедные обезьянки! Собирали его своими мохнатыми лапками! Везли через весь океан! Старались! Почему обезьянки-то? Ну, а кто? Крокодилы, что ли? С слонами! У них нет мохнатых лапок! Слушай, у нас сегодня важная встреча! Та самая, про которую я говорил! Там будут и крокодилы, и бабуины! В общем, все подряд! Человек, который нас пригласил на эту встречу, объявил тендер на модернизацию своего производства! Я в нем участвую! Я скажу тебе больше! Я должен его выиграть! Ага! Понятно! А я… А не поверю, что я твоя невеста? Ну, а почему нет? Ты красивая! Спасибо! Ты мне это говоришь уже второй раз! Постарайся ему понравиться! А если я ему понравилась, это тебе поможет, да? Ну, уж никак не навредит! Давай быстрее, ладно? Вот, держи карточку, поезжай в магазин и купи что-нибудь! Какое-нибудь платье! Я думаю, ты разберешься! Что-нибудь очень стильное! Я думаю, ты справишься! А сколько тут? Там достаточно, но там лимит! Ничего себе! Странный ты человек, Кирилл! Почему? Сначала сто долларов мне жал, а теперь карточку отдаешь! Ну, я торговался с малознакомым человеком, и то для порядка! А моя невеста должна быть одета лучше всех! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господин Демешев! Ой! Здрасте! Господин Демешев попросил вам помочь! Чем могу быть полезна? А мне нужна одежда на сегодняшний вечер! Какую именно одежду вам нужно купить? Ну, у нас встреча будет важная-важная! Святское мероприятие! Пати! Раут! Коктейль! Торжественная встреча! Панихи, да! Ну, важная, ну! Понимаю! У меня есть прекрасное место, где мы можем все купить! Все и сразу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу вас! Я поставлю машину и вернусь! Хорошо! Ох! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, не всех, конечно, но очень много. Простите, чем я могу быть вам полезна? Сейчас, секундочку, пожалуйста. Чем-то я могу быть вам полезна? Это вот, видишь, стоит двадцать семь семьсот. Да. Да. Сюда? Мне кажется, в нашем магазине нет ничего для вас подходящего. А это с чего вы взяли? Еще раз повторяю, уйдите, пожалуйста, отсюда. Так. Так. Ты, значит, вот для этой вот, значит, вот у вас есть, а для меня, значит, у вас нет, да? Прошу вас, не заставляйте нас вызывать охрану. Что случилось? Ничего не случилось. Ну, смотри-ка, а у нее папик имеется. Ой, какой там папик, а? Полторы тысячи долларов в месяц и спокойной ночи малыши на ночь. Ну? Да ну вон эти, выставили меня. Даже посмотреть не дали. Почему? Не знаю. Рожа, видать, не вышла. Нет, ну, с этим у вас все в порядке. По одежке встречают. Привычка такая московская. Да ну вот, а что не так с моей одежкой, а? Ну, с одежкой мы сейчас разберемся. А давайте зайдем вот сюда. Там работает моя старинная приятельница. У нее одеваются все лучшие московские красавицы. Нет, это можно убрать. Виктор Сергеевич, здравствуйте, дорогой мой. Чем же я могу быть вам полезна? Нифига себе, они заблудились. Сейчас он ей там косыночку купит. Только там косыночки от десяти тысяч. Ну, значит, только примерить. Нам нужно найти достойную оправу для этого бриллианта. Действительно, бриллиант. Девочки, принесите все, что у нас есть из новой коллекции. Девочки, хватит глазеть. Идите работайте. Спасибо. Девочки, хватит глазеть. Идите работайте. Спасибо. Конечно. Они бы нам план на две недели сделали. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Может быть, зайдете и к нам? И что это значит? Это значит, милые дамы, что в торговле главное угадать клиентам. Лиза! Лиза! А, прошу прощения. Виктор Сергеевич, извините. Вы не подскажете, где моя родственница? В номере ее нет, на телефонной звонке она не отвечает. Куда она подевалась? Не она ли? Лиза! Ты знаешь, ты очень красивая. Очевидно, я хорошая на глазах. Кстати, ты говоришь мне это уже в третий раз? КОНЕЦ ЧАЕНЬЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боже ты мой! Добрый вечер. Здравствуй, Кирилл. Какая у тебя красивая невеста-то. Спасибо. Ну, рысак можно. Что ж, одним, значит, все, а другим ничего. Вы нам дайте одну соту от этого вашего. Ничего. Елизавета Нестерова, очень приятно. Мне-то как приятно. Ой. Я вас раньше не встречал? Сенатор Нестеров не ваш папа? Нет. Нет. Мой папа, он дипломат. И с другой стороны, я с ним там жила, с вами в рождении. И только вот недавно переехала в Россию. А в какой стране, если не секрет? Камбоджа. О, как! Да. Это мои два замечательных помощника. Оксфордские ребята. Олег, Слава. Большие умницы. Я без них просто никуда. Прошу прощения. Что будете пить? Вот давайте мы и спросим у девушки, что у нас пьют-то в Камбодже. Так водку. Вот это по-нашему. Да. А мы все пьем морс. Русничный. Да, Кирилл, все. Отучают старика от водки. Вот эти сервецы английские. У них же все оксфорды, манеры, сигареты электронные. Так что мы все ведем нормальный, здоровый образ жизни. А какого черта здесь делает Демишев? Ну, ясное дело, он здесь из-за тендера. А кто эта девушка? Его невеста? Нет. В том-то и дело, Игорь Аркадьевич, что нет. Его невесту я знаю очень хорошо. Угу. Развлекается, значит, господин Демишев. Ну, что ж, дело молодое. Максим, а нам Демишев на тендере не нужен. Это плохо. Это очень плохо. Зачем нам такой конкурент? Думаете, не нужен? Ну, давайте попытаемся его устранить. Не попытаемся, а устраним. И действовать надо быстро. Лизавета, если б ты сдала, каких щук я здесь таскаю, в России? Ой, а наблеснули на живца? Наблесну. Давай. Ой, а чем-то можно? Троллинг знаешь, что такое? Ну, это вот когда катер идет на медленном ходу. И ты на некотором отдалении тянешь за собой. Либо блесну, либо воблер. И вот так вдоль травочки плывешь тихонечко, мимо коряжек, она оттуда выскакивает прям. Точно, и так еще по спиннингу бьется, как будто за корягу зацепилась, да? Я знаю. Слушай, так ты рыбачка, да? Ну да, только я больше люблю не спиннинг, я больше люблю на струну. Знаете такой способ? Будь добра, посмотри, где там мои. А, сейчас. Хотелось бы понять, что для вас является приоритетным в этой модернизации? Увеличение мощности прокатного стана, или, может быть, вы хотите перейти на другие сплавы? Это что, цена вопроса или сроки проведения? Для нас важно все. Из всех вариантов мы выберем самый гармоничный. Нормально. С Кириллом разговаривают. Так, про струну. Заходишь на мелкое место, куда щука выходит погреться, залезаешь на дерево, я вам сейчас прям покажу. Залезаешь, значит, на дерево, из струны делаешь петлю, и когда щука встанет, осторожно, и эту петлю на голову заводишь, раз, вверх и на берег. Все. Серьезно, что ли? Ну, конечно. Только важно, чтобы она твою тень не увидела. И чтобы щука не крупная была. Потому что крупную так просто на берег не вытащишь. Слушай, а где ты так научилась щуку-то ловить? Да там, с пацанами на даче. С местными. В Камбодже. Ага. Ну, давай. Потом, выбрись. Угу. О, Кирилл, можно у тебя? Вот что я тебе скажу. Мои, конечно, барбосы там туман напускают, но это бог с ними, это их работа. Меня послушай. Важно, что в этой модернизации для нас очень важны сроки. Нам нужно повысить мощность стана и сделать это как можно быстрее. Тот, кто предложит самый короткий срок, тот и получает право на эту модернизацию. Ты меня понял? Я понял. Спасибо, Иван Петрович. Спасибо. Нет, не за что, чего мне-то ты невесте спасибо скажи, что это ей подарок, тебе шанс. Ладно, я пойду пройдусь, надо как-то и других гостей уважить. Никогда ведь в Камбодже-то не была. Здрасте. Так вы, значит, новая пассия Кирилла? Уже старая. В каком смысле? Завтра место освобождается, так что вам придется поторопиться. Завтра место освобождается, так что вам придется подняться. Ой. Тут вода. Вот вода. Ты мне очень помогла. Спасибо тебе большое. Ты большой молодец. Значит, теперь ты выиграешь этот тендер свой, да? Нет, не выиграю. Я даже не буду принимать в нем участие. Как? Почему? Трудность заключается в том, что у моих конкурентов гораздо более крупное конструкторское бюро. И обогнать их в скорости у меня просто нет никакого шанса. Понимаешь? Не очень. Я не очень тогда понимаю, зачем тебе нужна была моя помощь. Благодаря тебе я сэкономил кучу времени и средств. Я не буду принимать участие в этом тендере. Вот и все. То есть… То есть, получается, что ты… ты проиграл, да? Я не проиграл. Я не вышел на старт. Это разные вещи. raisedösrix. Принесаю. На зарп .. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да, конечно, я думал об этом Но тогда придется отдать им львиную долю прибыли Тогда и грани стоит свеч Тогда ты такое бюро купи Сделаешь всю работу, а потом продашь или не продашь Как сам решишь Я просто помочь хотела, я тогда... Ты... ты понимаешь, что ты гений? Ты гений? Я вас отыбаюсь, поставь, пожалуйста А, да, прости Я тогда... пойду, да? Спасибо Подожди, подожди То, что ты сейчас придумала, должно остаться под грифом совершенно секретно Понимаешь? Это как? То есть никому, ни одного слова Поняла? А, ну... Ага, спокойной ночи Ну что, мы, получается, все сделали, да? Да? Да Спасибо тебе огромное Пожалуйста Я тогда сегодня... ну, уезжаю, да? Ну, да, уезжаешь Угу Слушай, а может быть... А? Ну, да, я... Я машину закажу, и тебя отвезут Спасибо Да нет, тебе спасибо Спасибо А, да... Вот, держи Спасибо Ты ошибся, тут точно больше Нет, нет, там, там все нормально Нет, тебе спасибо огромное Ты очень помогла, правда? Да ну... Ну, тут же больше, ну... Нет, нормально Сейчас, алло Лиза, ты куда пропала? Я тебе весь вечер звоню Я чуть с ума не сошла Я была занята Телефон забыла дома Ну, потом... Долго разговаривали И я забыла тебе позвонить Ты с Кириллом? Ну, да, с Кириллом А, с Кириллом? Он тебя развел? Лиза, ну, не молчи Говори, что с тобой там происходит? Что случилось? Слушай, не кричи я тебе Я вернусь, тебе все расскажу, ладно? Ну, ладно, я жду Все Да что с такой, ну, кто? А все много, у меня рука когда-нибудь отвалится Нет, ну, вот есть людей совести, а ты в Москве с невестой, а мне даже не позвонил Здорово Ну, слушай, ты откуда узнал? Откуда? От верблюда вообще Из светской хроники Ты понимаешь, что я узнаю о тебе из какой-то бульварной газетенки? Должно быть стыдно Дружище, ну Зинину, я правда был занят Я извиню, если, во-первых, ты немедленно познакомишь меня со своей невестой А во-вторых, мы едем ко мне, Зина уже раздалась Это я все-таки взять не могу Знакомьтесь, это вот та самая Лиза Моя невеста Вот Лиза, ну, задачу-то могла оставить себе Очень приятно, Лиза Сергей, хорошая Спасибо, я знаю Лиза, если вы его любите и не желаете его преждевременной смерти Вы должны поехать с нами Ну, а правда, поехали Ну, ты же не занята сегодня Ну, еще денек Так Да-да Игорь Аркадыч, можно? Давай-давай Ну, рассказывай Я не пленился на его справочке о нашей незнакомке Так Аферистка, значит Ну, честно говоря, аферистка, она никудышняя Но она сильно нуждается в деньгах У нее несовершеннолетняя сестра на руках Родители погибли в автоктострофе, когда ей было пятнадцать, а сестре семь Потом детдом, потом, когда она стала совершеннолетней, то оформила опекунство Сейчас живут в общаге Ну да, очень интересно Думаю, я смогу с ней договориться Ну так давай Действуй Я очень постараюсь Только быстрее Ну, пойдемте, пойдемте 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 Девочка, здравствуй Привет Знакомьтесь, это моя невеста А, Лиза, очень приятно Здравствуйте, невеста Очень приятно, Зинаида Да и поглядите, что творят, а Как облизывают А никого так раньше не принимали? Только Кирюху, а Всех они так облизывают, драмагетки прокляют И вот воры придут, они еще их оближут и покажут, где девчон лежит Вы проходите Да, вы настоящая охранница, будет нас всех защищать Ну, пошли в дом, пошли в дом Пойдем, 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 пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Ну, что это за девчонки? А, новенькая? Это вообще не то, что ты думаешь Да ладно Да Ну, что ж тогда ты ей невестой называешь и на приемы водишь? Она мне была нужна Для работы Ааа Да, у нас с ней чисто деловые отношения О как Она мне вообще очень помогла и, честно говоря, это я ее должник Ааа Чувствую в твоих словах запах перемен Обычно девушки тебе должны были Слушай, иди в баню Не, подожди, подожди Но Деловые отношения это Тихо, тихо, Зина, тихо А где наша гостья? Она на озере А собаки? Собаки с ней Они ее признали, остались Где ты нашел такую девушку? Собаки ваши предатели У меня с ними будет отдельный разговор А я пойду поищу ее Угу Иди, конечно Угу 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 Ну что, русалка-то куда уплыла? Угу Лиза 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 Ну да, не спится что-то А вы всегда стучите, когда в спальню заходите? Слушай, ты куда шел? До Ветрова Ну вот иди Ну для этого Ветрова Угу 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 Проходи Угу Спасибо Угу 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ого! А что за пир на весь мир? Это Лиза съездила в деревном велосипеде, на рынок вот купила, стол накрыла. Ой! Всем доброе утро! Доброе утро, милый! Присаживайся. Только вот сюда, ко мне поближе. Лиза, ты его балуешь. Присаживайся, присаживайся. А я больше не буду, а ты вот еще денечек-другой попалу и перестану. Правда? Будешь пирог? Буду. Будешь. Вы знаете, он у меня такой сладкоежка. Кирилл, Кирилл, хочешь моё варенье крыжовиного? Вчера варила. С удовольствием. Лиза. Да? А что происходит? Ну, я же твоя невеста. Ведь ты мне именно за это платишь деньги, правда? Не подслушиваем. Ой, какой варенье цвет красивый. Как вкусно вам. Будешь? Спасибо. Без косточек. И с орехом. Я смотрю, Лизавета, вы большой специалист в области заготовок. Просто у меня гувернантка была. Немка. Такое варенье готовила. Пальчики оближешь. А, понятно. А я думал, вы такая современная, урбанизированная девушка. Что вы совсем не современная. Вот, например, мы с Кириллом планируем завести целую кучу детей. Правда, Кирюш? Да? Да. Большую кучу? О, как минимум троих, чтобы не вырастить эгоистов. А. А, на первый взгляд, вы кажетесь абсолютно другой. А, видите, как бывает. Быть и казаться – это совсем разные вещи. Зиночка, ты такая мудрая. А ты не боишься, что она настолько ослеплена всем этим великолепием, что не захочет с тобой сотрудничать. Вот поэтому она и согласится. Выбор у нее простой. Либо разоблачение, позорное изгнание и, возможно, тюрьма, либо дружба со мной, причем тайная, о которой никто ничего не узнает. Звучит весьма логично. Но твои доводы хороши для разумного и циничного человека. А вот что находится в голове этой девочки, мы с тобой не знаем. Я вас уверяю, что цинизма и разума там достаточно. Хорошо. Где, наверное, ты с ней встречаться? У Сергея сегодня на покере. Ты и туда вхож? Игорь Аркадьевич, в этом городе я вхож куда угодно. Все еще злишься? Вообще-то, молодожены должны быть отходчивыми. Нравится мне дразнить? Есть чутка. Почему? Ну, потому что ты такой замечательный, красивый, благородный, богатый. В общем, настоящий победитель. Даже обидно становится. За себя я не буду. Суду все ясно. Клевый ты. И это приводит меня в восторг. Да ты тоже симпатичная. Нет. Вовсе нет. Я обычная. Да нет, правда. Ты очень красивая, симпатичная женщина. Шутите, да? Издеваетесь над бедной девушкой? Да. Да. Да-да-да, готовьте документы, потому что завтра их нужно передать в тендерную комиссию. Вы не замерзли? Нет, спасибо. Все хорошо. Вы знаете, что я давно и принципиально не играю. Но, как вампир, питаюсь вашими эмоциями. У меня был один непьющий приятель. Всего один. Так вот, он никогда не пил, но всегда садился за стол и с большим удовольствием раскупоривал бутылки. И лицо у него, знаете, при этом было такое одухотворенное. Было видно, что человек наслаждается. У меня то же самое. Вот, смотри, у каждого по две карты, какие никто не знает. Да. Но плюс общие петь на столе, из семи ты выбираешь пять карт. Ну, и у кого лучше комбинации, тот и выиграл. Но они же не видят всех карт. Но это самое важное правило. Ты должна догадаться, что у твоего соперника, а он что у тебя. Интересно, Акина. Чек. Чек. Пас. Чек. Чек. Рейс двести. Рейс четыреста. Можно посмотреть? Карта кардинал. Мы же не на турнире. Ого. Пас. 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 Ну, что там у тебя? Техничная разводка. Браво. Да, Лизочка, у вас потрясающие способности к игре в покер. Вы можете легко играть в эту игру. Я комбинации не знаю. У меня есть картинки, здесь все очень подробно написано. Ну, сесть на моё место. Садись. Садись, садись. Только имейте в виду, мы играем на деньги. Да, я думала бы на шлабаны. Сейчас только можно, я отойду на секундочку и присоединюсь. Рейс, пойдём скорее, там тебя ждут все. Брата, щас, щас, секунду. А что за цирк? Это я пытаюсь прочитать того, с шарфом. Прочитать каким образом? Ну, я пытаюсь продать своему лицу его выражения и смотрю, что получится. И что получится? Ну, если у меня вид будет глупый, значит, и он. Глуповат. А если вот Пизан у меня будет хитрое, значит, ты с ним нужно быть поосторожнее. Подожди, получается, что ты всех их просчитала? Ну, да, это несложно. А можешь мне результат сообщить? Короче, вот этот, который... Павел Иванович. Павел Иванович, он, по-моему, вообще играть не умеет совсем. Потому что... Эти, которые вот такие, два брата, они чуть получше, но тоже, по-моему, балбисы. А вот этот, который с платком, вот он непростой. Вот этот с платком, который непростой, между прочим, один из лучших адвокатов страны Москвы. Да ладно? Я же говорю, непростой. Вот по нему видно, что он будет рисковать, только если абсолютно уверен в том, что он не проиграет. Ну да, он же адвокат. Спасибо. Я, кажется, знаю, что делать. Пойдем. Лиз, Лиз. Да? Ты что, меня таким образом тоже просчитала? Нет, тебе повезло больше. Против тебя я не играю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Триста. Играю на всем. Четыре туза. Я проиграл. Да, это было сильно. Респект, уважуха. Ну что ж, победитель получает 1800 долларов. Есть еще желающие сыграть? Да нет, как-то. Я больше не хочу. Я тоже не хочу. А что у вас было? А что это за неслыханная щедрость сейчас была? У вас был флеш-рояль, я проверила. Лизка, считай это маленьким подарком тебе. А что это за тон? Нормальный тон тебе что, не нравится? Может мне тебя на вы и по имени отчеству называть? Вообще-то было бы неплохо. Брусь, Нестерова, не валяй дурака. Ты кто такой, а? Я? Я тот, кто знает про тебя так много, что даже страшно становится. Если будет нужно, я сейчас пойду и расскажу твоему Олаху, с кем он связался. Что тебе надо? Вот-вот, так уже лучше. Слушай, ничего особенного, пустяки. Мне нужна информация по бизнесу. Какому бизнесу? Мне нужно знать, какое решение принял Демиша по тендеру в Липецке, как они к этому тендеру будут готовиться, на что упор будут делать. Короче, все. Я что, ему в голову залезть должна? Лучше в компьютер или в портфель с бумагами. А если я не соглашусь? У меня есть заявление от того чудика, которого ты кинула, четыре дня назад на штуку баксов. Если не согласишься мне помогать, сядешь, клянусь. Даже если не сядешь, опекунство тебя лишат, и поедет твоя любимая сестричка в детский дом. Ты этого хочешь? Нет. Вот, умница. Умная девочка. Сделай все, как я сказал, и все будет хорошо. Обещаю. Я попробую. Ага, давай, жду. И не вздумай свалить куда-нибудь. Да. Привет, как дела? Нормально. Греш, я по голосу слышу. Что случилось? Лишь, нормально, я приеду и все тебе расскажу. Ладно? Он тебя обижает? Нет, нет, не в этом дело. Давай я сама приеду, только ты скажи куда. Я вернусь через два дня и все тебе расскажу, ладно? Я боюсь, ты никогда не вернешься. Вернусь. Куда я денусь? Смотри, если ты не приедешь, то я сама приеду и все там разнесу. Хорошо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Лиза, ты где? Лиза? Лиза, ты чего под дождем бродишь? Пойдем в дом, там все разъехались. Пойдем. Что такое? Пойдем. Подожди. Да что случилось? Лиза, держи зонт. Держи. Да, подожди. Что? Что произошло, Лиз? Субтитры сделал DimaTorzok Да. Вы уже подъехали? Да, да. До гостиницы. Я уже выхожу. Уезжайте. Держи. Может быть, наш фирменный черный кот? Нет, нет. Ну тогда десерт? Тоже нет. А чем вы хотите? Я приглашаю. Да мне уже все равно. Можно в Америку улететь. А можно добиться. А это продайте, пожалуйста, Кириллу. Конечно. Какие вопросы? И вот это тоже. Если будет трудно, вот, возьмите и звоните. Да я в порядке. Комар живет, пока поет. Молодец. Молодец. Лети, лети-ка, Майк. Молодец. 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 Кирилл, о твоих планах по поводу тендера все известно твоим конкурентам. Прости. Молодец. 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 Кирилл, привет. Доброе утро. А где Лиза? Не знаю, ехала, наверное. Куда? Зачем? Понятия не имею. Ты ее обидел? Да, я всегда все упорчу. Ну и что теперь с ним? По моей информации, серьезный депрессняк. Четвертый день сидит у друга на даче. Похоже, у него запах. Бедняга? Ну а девица? Да, растворилась на российских просторах. А об этой девице у меня информации нет. Ну это и не важно. Это я так из любопытства спрашиваю. Главное, теперь у нас есть время для того, чтобы к этому тендеру подготовиться. Основного конкурента нет. Остальные не в счет. Что тебя сейчас больше мучает? То, что ты потерял тендер, или ту женщину, а? Да не в этом дело. Ты понимаешь, что мне в душу залезли и наплевали туда? Понимаешь, наплевали. О, Господи. Терпеть не могу людей, которые весь мир красит двумя красками. Черная и белая. Что ты как попугай затеял? Меня предали, меня предали, а? Что я тебе должен говорить? Что у меня все нормально? Девушка, в которую я влюбился. Я первый раз в жизни влюбился. Идет к моим конкурентам и выдает все мои разработки. Разработки. Ну, возьми. Что значит идет? Ножка не идет. Никто ее, между прочим, в шею не толкал. Толкал? Еще как толкал. Между прочим, шантаж, как меру воздействия, еще никто не отменял. Тебе в голову не приходит, что ее просто... ее купили за деньги? Не приходит. Потому что, в отличие от тебя, Кирюша, я в людях разбираюсь. Я тоже думал, что я разбираюсь в людях. Какой ты разбираешься в людях? Ты четвертый день здесь сидишь и ноешь. Ты пояс за пояс не пошевелешь, чтобы ее найти. Я ною. Ты ноешь. Все смело к тому, что купили-перекупили. Купи-продай, купи-продай. У тебя все просто. Это человек. Купи-продай, купи-продай. Поясняй. Спасибо. Спасибо. Скажите мне, Лиза, она, может быть, что не доставала меня? Я оставляю. Пожалуйста. Вот это. Хорошо, я это присутствие заберу. Это не все. По поводу. Простите, она больше ничего не оставила. Может быть, записка, письмо, номер телефона? Нет. Нет. Ну, еще что-нибудь она оставила? Нет. Извините, если она будет подняться, я вас очень прошу, позвоните мне в любое время дня идущая. Не откладывай ни секунду, договорились? Я непременно вам сообщу. Благодарю. Господин Демешев. Да. Это ваша. Да, да, спасибо. Послушайте, неужели она вам так нужна? Да. Тогда ищите. Ну, что... Кирилл Владимирович, ущерб-то возмещен. Пострадавший забрал свое заявление. Так что дело по отношению Елизаветы Нестеровой прекращено. Но где она? Ума не приложу. Честное слово, мы все пережили, у нас ее нет. Если у вас появится какая-нибудь информация, немедленно не сообщите. Непременно сразу же поставлю вас в известность, может быть зайдете? Нет, должен ехать, спасибо. Ладно. Я вижу, у тебя есть новости. Игорь Игорь Игорьевич, мы... То есть вы проиграли тендер? Я не люблю шуток подобного рода. Возраст уже не тот. Я не шучу. Тендер выиграла другая фирма. Что значит другая фирма? Ты мне что обещал, гаденыш? Забыл? Я обещал устранить всех конкурентов, но я понятия не имею, что это за люди, и откуда они взялись. Решил сыграть на две руки. Игорь Игорь Игорьевич, ну что вы говорите? С меня содрать и еще на стороне подработать. Игорь Игорь Игорьевич, это новые игроки. Я их не знаю, их никто на рынке не знает. Волков отдал миллиардную реконструкцию каким-то неизвестным людям с улицы. Ты что, лечить меня вздумал? Игорь Игорь Игорьевич, я клянусь. Я, Игорь Игорь Игорьевич. О, господин Демишев. Интересно, что он здесь потерял? Вроде модернизации, не он выиграл. По старым делам, наверное, он тут раньше часто был. Игорь Игорьевич, а ты что здесь делаешь? Я работаю. Ну, моя фирма выиграла тендер на реконструкцию этого комбината. А ты разве не слышал? Твоя фирма? Подожди, ты развела Волкова, и он доверил тебе модернизацию комбината? Кирилл, ну что за жаргон? Просто мне удалось его убедить. Спасибо. Он согласился с моими доводами, доверил реконструкцию мне. Правда, с одним условием. Это Вера, моя сестра. Привет. Привет. Каким условием? Он дал мне право на реконструкцию, при условии, что руководить ей будешь ты. Так что у меня к тебе деловое предложение, Кирилл Демишев. Нет, тогда я хочу сделать тебе предложение. В прошлый раз я просил тебя быть моей невестой, а теперь прошу тебя быть моей женой. На четыре дня, на неделю, сколько тебе нужно? Лиз, не надо. А десяти дней у меня начинаются скидки. Говори, не стесняйся, на сколько ты меня ангажируешь. А если на всю жизнь? Ногу подержи. Красотка моя! Аккуратней, я ж теперь глава фирмы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok